Важно построить школы не только комфортными, но и безопасными. Впрочем, во время летних каникул ответственность за здоровье и жизнь детей несут все-таки сами родители. Справиться со своими обязанностями могут, к сожалению, не все. И больше ста детей выпали, к примеру, из окон многоэтажных домов только с начала этого года в стране. По итогам 2023-го зарегистрировано 170 случаев. По словам специалистов, в случае падения участились во время летних каникул. Ну а чтобы напомнить взрослым об элементарных мерах предосторожности, в Туркестанской области полицейские и волонтеры провели разъяснительную работу с жильцами многоэтажных домов. Что из этого вышло, узнаем прямо сейчас. Разъяснительную работу полицейские начали в микро- районе Отерар. Они встретились с родителями и рассказали о соблюдении мер безопасности. Призвали не оставлять открытыми окна в комнате, где играют дети, и отодвинуть от подоконников мебель. Рейд показал, что не во всех квартирах установлены металлические решетки. Лишь в некоторых были специальные заглушки и москитные сетки. А на других вообще ничего. В рейде, организованном областным департаментом полиции, приняли участие волонтеры и оксакалы. Правила техники безопасности написаны кровью. Это знает и председатель коллегии оксакалов микро- района Отерар Налтай Бегимов. Летом дети чаще выходят на балкон или смотрят в окно. Мы проводим профилактическую работу для всех родителей. Необходимо быть бдительными и смотреть за детьми. Они часто открывают окна. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, нужно поставить специальные решетки. Высовываться в окно и играть на подоконнике очень опасно. Это четко уяснил 10-летний осылбек. Об этом его постоянно предупреждают родители. Родители следят за нами и запрещают подходить к окнам. А в опасности также предупреждают по телевизору и полицейские. Любая игра на подоконнике может закончиться трагично. Поэтому я не подпускаю к окнам своих братьев и сестер. В минувшем году из-за несоблюдения мер безопасности зарегистрировано три факта падения детей из окон. А в этом их нет. Помогают разъяснительные работы, отметил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы Бегимхан Ахметов. Чтобы избежать несчастных случаев, полицейские проводят разъяснительную работу с населением. Также для профилактических мероприятий используем громкоговорители служебного автомобиля. С начала года в стране из окон выпали 102 ребенка. Из них семеро погибли. А 95 госпитализированы с травмами. Чтобы избежать очередной трагедии, полицейские призывают родителей быть всегда на чеку. И помнить, что безопасность детей всегда должна быть на первом месте. Анастасия Сулейманова, Куаныш, Абов, Туркестан, 24КЗ.